Угомонись, хватит думать об отце, он достаточно взрослый, чтобы делать что хочет. Я узнаю, кто эта дура, и прикончу её. Он же не знал, что мы раньше вернёмся. Ну и что, почему я всегда всё время последнее узнаю? Это уже просто невыносимо! Можно тебя? Зачем? Тебе только что звонили. Папа? Нет, Начо, координатор из Барилоха. Да, а что ему нужно? Просил позвонить. Ты не станешь звонить этому придурку? С чего ты взял? Мне так показалось. Он что, тебе нравится? Он симпатичный, взрослый, сильный. Я думал, что он не в твоём вкусе. Значит, ты ему позвонишь, да? Ты часом не в Интерполе работаешь, у тебя столько вопросов. Притормози! Пока! Извините. Пока! Его попросили это выяснить. Мануэль? Конечно! Не только вернул нас раньше, но ещё и наказал. У нас не будет времени для репетиции, не говоря уже об отдыхе. Мне это не нравится. Каждый раз, когда у нас начинает всё получаться, что-нибудь случается. Ты говоришь о проблемах с мамой? Молчи! Или я буду говорить о Мануэле. Лучше не надо. Мне это неприятно. Я, кстати, забыла сказать, мне звонил Начо. Начо? Да. Серьёзно? Но я с ним не говорила, а он позвонил в школу. А как ты узнала? Мне Франциско сказал. Он стал задавать мне всякие вопросы. Вика сказала, что его послал Мануэль. Что? Что мне делать? Я поняла. Диего тоже ко мне подваливал. Знаешь, что я сказала? Что? Он спросил, вспоминала ли я его в Борелохе. Я ответила. Каждый раз, когда ложилась с парнем в постель. Серьёзно? Да. И он исчез. Франциско, можно к тебе присоединиться? Не, конечно, садись. Это ты подстроил нашу встречу с Мануэлем в Борелохе? Не отрицай. Да, это я. Ты же знаешь, я вас обоих очень люблю. И не могу видеть вас врозь не сердись. Я не сержусь, честное слово, нисколько. Но, пожалуйста, больше не мери меня с Мануэлем. Ладно. Я не хочу повторяться, но Мануэль заслуживает снисхождения. Я, наверное, не точно выразилась. Я расскажу тебе кое-что о себе. Только, пожалуйста, никому ни слова. А особенно Мануэлю. Хорошо, я буду нем, как рыба. Ты знаешь, я очень любила Мануэля. Ты дашь ему еще шанс? Нет, ты не понимаешь. Мануэль мое прошлое. А будущее – начо. Я что-то не понимаю. У нас начо – бурный роман. Что? Что бурный? Я рада, что начо стал моим первым мужчиной. Я думаю, ты поймешь меня. Вика всегда говорила, что первый мужчина должен быть старше. И она оказалась права. Она права. Только не говори никому, пожалуйста. Он был таким нежным со мной. Таким внимательным. Правда. Мия, я просто не знаю, что ей сказать. Нет, нет, успокойся, не надо ничего говорить. Я сказала тебе об этом, чтобы ты время не тратил. Ты понял, Франциско? Между мной и Мануэлем все кончено. Спасибо. Ну что? Ты говорил с ней? Что она сказала? Франц, что случилось? Да говори же. Она ничего не сказала. Она ничего не сказала. Ничего. Это не так, Франц. Скажи, что ты узнал? Я ее спросил, но она мне ничего не сказала. Ничего не сказала она? Начо? Начо, да, да, Начо, Начо. Да, Начо. Я заикнулся о нем, но она ничего не сказала. Мне еще раз спросить, пожалуйста. Хорошо, что-нибудь выпьешь? Чай, кофе, сок? Что угодно, Франц, спасибо. Если Мия влюбилась в этого парня, я умру. Нет, умру. Не надо так говорить. В жизни бывает всякое. Что? Что, например? Он может ее интересовать, внушить симпатию. Интересовать? Только не делай глупости. Я не понял, Фран. Если умеешь что-то есть с этим парнем, я сойду с ума. Что тебе нужно? Репетируешь? Да. Хочешь спеть вместе со мной? Нет, нет, не хочу, спасибо. Присаживайся. Ты меня озадачила? Брось, Фран. Не думай об этом. Я не могу. Мне трудно представить, что ты переспала с Начо, если так любила Мануэля. По-моему, ты солгала. Я действительно это сделала. Нет, нет. Ты же была без ума от Мануэля. Это верно, Франсиско, но это была детская любовь, понимаешь? Поэтому у нас ничего не вышло. Другое дело, Начо. Он старше меня, опытней. Мне с ним очень легко, он помог мне забыть. Понимаешь? Да, да, конечно, я понимаю. Но я бы не стал так быстро забывать любимую девушку. Это не так уж и трудно. Нужно открыть глаза и оглянуться вокруг. Ясно. Но когда я вижу Лауру, я не могу ни о ком думать. Со временем это пройдет. Может быть, пока ты не готов к новым отношениям. Может быть. А вообще-то, Фран, бери пример с меня. Фэлли! Мия! У тебя все хорошо? Да. Франсиско снова задавал вопросы. Снова? Да. Да. Он сказал, что Мануэль боится, что у меня что-то с Начо. И? И я ему солгала. Я сказала Франсиско, что с Мануэлем у меня все в прошлом. Отлично. Что я уже забыла о нем. Теперь он будет плакать и причитать. О, Мия, Мия! Он всегда плачет. А я думаю, ты правильно сделала. Ты забыла о нем? Нет. Я не могу жить без Мануэля. Не говори так. Помоги мне. Помоги. Он мне нужен. Я тебе помогу. Вот увидишь, я тебе помогу. Моя жизнь без тебя потеряла смысл. Милая, я готов дотянуться до неба и написать на нем, как я тебя люблю. И попросить прощения. Мне нужна только ты, Мия. Что делаешь? Я пытаюсь передать в словах свои чувства к Мии. Зачем? Это терапия. Уж лучше писать о чувствах, чем крушить стены. Ты знаешь, когда-нибудь, когда я помирюсь с Мией, я ей дам это прочитать, чтобы она поняла, что я не переставая думал о ней. Я думаю, тебе лучше забыть о ней. Отвлекись. Позвони Сабрине. Не хочу, Фран. Я буду бороться. Я буду бороться. Я не сделаю этого. Не хочешь сдаваться? Никогда. Я абсолютно уверен. Ты понимаешь, я уверен, что она любит меня по-прежнему. Мануэль. Я должен сказать тебе кое-что. Ты что-то узнал? Да, да, только тебе это не понравится. Фран, я знаю, что Мия не могла сказать ничего хорошего обо мне. Она злится. Ты просил узнать насчет ее иначе? Да. У них кое-что было в Барелочи. Кое-что? Как понять кое-что, Фран? Что было, Фран? Ответь мне. Ответь мне, наконец. Хорошо. Что между ними было? Говори. Успокойся, а то я не скажу. Ладно. Все. Я спокоен. Я спокойно сижу. Что случилось? Она с ним переспала. Прости, я не смог скрыть от тебя. Мануэль, Мануэль, постой! Где Виктория? Я ее сегодня не видела. Не хочу ее поискать. Нет, она, наверное, разговаривает о каких-то заумных вещах срока. У меня есть кассета с весенним показом мод. Да? Из Испании. Зачем это тебе? Ты же не станешь моделью. На подиуме нечего делать с рогами. Ах ты дрянь! Не трать на нее энергию. Я найду Вику и вернусь. Если что-то ей скажешь, получишь. Поняла? Пошла вон отсюда. В комнатах все общее, кроме кроватей. Пошла вон. Я сказала, убирайся отсюда. Я не уйду. Ты что, не знаешь, что нужно стучаться? Где Мия? Мия? Мия Калучи, блондинка. Да, отвечай, она здесь или нет? Да, она здесь. Прячется от тебя. Пока. Пока. Сейчас мы кое-что выясним. Вставляют. Мануэль! Что с тобой? Лучше скажи, что с тобой. Сначала ты целуешься с Патрисио. А потом ложишься в постель с Начо. Что с тобой, Мия? Что случилось? Ты больше не любишь меня, да? Ты разлюбила меня? Скажи, я разлюбила? Что там происходит, Сол? По-моему, мексиканец бьет ее. За что? Не трогай меня! Тебе придется выслушать меня. Он был сам не свой, когда искал ее. Девочки, а вдруг он убьет Мию? Что случилось? Ничего. Они выясняют отношения. Что-то слишком шумно. В чем дело? Мануэль, не трогай меня! Мия придуривается. Мануэль! Мануэль! Чем я хуже их, Мия? Чем, скажи? Перехнулся! Чем, Мия? Оставь ее! Не трогай меня! Убирайся! Чем я хуже их? Пошел вон! Чем хуже? Ты в своем уме? Что ты хочешь доказать? Что ты мексиканский мачо? Не вмешивайся, Мариса. В чем дело? Он сошел с ума. Поговори с ним, пока он никого не изнасиловал. Что? Иди. Я же просила тебя! Я же просила! Ну и что? Я не обязана выполнять твои просьбы! Я убью тебя! Мия! Мия, прекрати! Уведи ее, Фернандо! Уведи ее отсюда! Уведи! Мия! Я не отпущу тебя, пока ты не успокоишься. Поняла? Хорошо. Все в порядке. Это ужасно. Это ужасно. Мия, это вполне в духе Сол. Удивляться нечему. Я говорю не о ней, а Мануэле. Ты видела его? Я не знаю, что он собирался делать. Наверное, Франциско рассказал ему про Начо. Я не думала, что он примет это так близко к сердцу. Я не думала. Успокойся, Мия. Я больше не хочу оставаться в этой школе. Не говори так, Мия.